всем привет начиная прямой эфир в котором собираюсь ответить на ваши вопросы которые вы мне зададите вопросы могут быть по той теме по которой я работаю по основной моей теме это детско-родительские семейные отношения здравствуйте и на вот это могут быть вопросы касательно каких-то других еще моментов психологии связанные потому что моя консультативная практика она не замыкается только на детско-родительских и семейных отношениях просто так получилось что я себя позиционирую именно в детско-родительских и семейных отношениях так как больше всего запросов по этой теме у меня лично и поскольку в этой теме я еще и веду семинары и написал две книги одна из них опубликована а вторая находится сейчас в стадии публикации поэтому сейчас я жду прежде всего конечно же ваших вопросов касательно заявленной темы ну и возможно каких-то других поэтому давайте пишите мне задавайте это вообще-то в каком-то смысле эксперимент в том плане что я таких эфиров не делал но никогда раньше именно ответы на вопросы и так сложилось что те вопросы которые попадают мне в директ они иногда остаются очень долго без ответа потому что ну я туда может быть не сильно там часто заглядываю или я что-то напишу уточняющие а мне до отвечают тоже долго и потом я уже свой ответ пока напишу пока это все в общем я решил попробовать сделать вот такие вот прямые эфиры которые будут посвящены не какой-то конкретной теме а именно ответом на вопросы это еще другими словами я слышал называют но что-то типа круглый стол круглый стол с а тут еще надо еще звонок какой-то идет что называется круглый стол до когда мы просто собираемся чтобы что-то обсудить и тему у нас какой-то конкретной нет поэтому жду вопросы пока вы вопросы мне не задаете я тогда вам что-то полезное расскажу а полезно я расскажу вам вот что значит совсем недавно я был приглашен на игру которая вот первый вопрос появился вижу отлично сейчас об этом расскажу тоже но я уже начал вот это тоже важная тема послушайте чуть-чуть я постараюсь кратко значит совсем недавно я получил приглашение на игру я вопрос запомнил все будет попал на игру которая называется жизненный капитал это поскольку я вот родом из харькова у нас в харькове есть такой человек который взял знаменитую игру кэшфлоу и переработал ее в общем-то сделал такой адаптированный вариант и вот я впервые попал на игру которая называется жизненный капитал и это полный практически общался с людьми которые играли в кэшфлоу это да это практически одно и то же поэтому если вы не играли в жизненный капитал играли в кэшфлоу считайте вы в жизненный капитал собирали вот и я мой коллега по партнеру по партнер мой по проекту level up это проект для родителей где мы ведем с ним семинары для родителей он является сертифицированным ведущим в этой игре и он провел уже очень много игр что интересно для детей и для взрослых я попал на эту игру впервые где-то это меньше месяца назад этот опыт к ну во первых я волновался немножко знаете когда попадаешь с людьми в какую-то такую ситуацию где ты должен себя как-то проявлять это всегда волнительно и как-то динамично потому что ты ну ты можешь выиграть ты можешь проиграть ты можешь как-то нелепо выглядит но это интересно это динамика такая крутая и мы просто супер в общем что я вынес из этого самое главное ну то что игра была интересна это понятно я в этом не рассказывал я вынес из этой игры то что вот нам с вами как родителям очень здорово было бы прокачиваться в этом направлении и поскольку эта игра то я бы не советовал вам это если у вас возможность когда-то будет что-то вот вас кто-то вас пригласит или вы вот услышите я узнал вот еще что как я уже сказал игра жизненный капитал в которую я играл это аналог кэшфлоу так вот получается уже у нас есть две игры да он жизненный капитал кэшфлоу еще есть игра крысиные бега называется это тоже очень похожая игра с по сути такая же так вот если у вас когда-то промелькнет возможность сыграть в подобную игру и вам кто-то будет рассказывать о том что вот да есть такое дело давай попробуем это классно это интересно я вот просто вам настоятельно рекомендую отложите все дела попробуйте разок хотя бы потому что это прежде всего я видел пользу для наших детей помимо того что мы вынесем пользу для себя супер пользу ну что ведущие это по сути психолог который дает очень крутую обратную связь в конце игры и когда мы начнем с вами транслировать вот такое вот мышление правильное в плане финансов в плане бизнеса и подхода к своим финансам и к своему бизнесу поверьте это очень здорово скажется на наших детях в положительную сторону я увидел много участников там которые не учились с детства тому чтобы как-то себя так правильно проявлять и у которых поведение в этой игре в бизнес игре такой которым хотелось бы поэтому это конечно положительно влияет и на нас и положительно может повлиять на наших детей кроме того чтобы рассказать сейчас вам о том что я получил крутой опыт и играйте в это это очень действительно здорово я конечно этого ведущего пригласил к себе в студию и один раз в месяц попросил его делать бесплатные игры в студии что собой представляет эта игра это четыре часа это два блока по два часа с кофе-брейком в общем общая сложность общей сложности четыре часа живой игры когда вы просто ну супер прокачиваетесь и очень много открывайте для себя про самого себя это здорово это не полезным быть не может и это очень нужно нашим детям и есть детская версия этой игры вот у создателя нашей нашего харьковского этой игры есть еще лесные коммерсанты это вот для детей вот поэтому очень вам рекомендую и кто харьковчане обещаю вам что анонсы будут о бесплатных играх у меня в студии точно но там еще вариант как бы что первый раз вы приходите это без оплаты а если вы хотите дальше продолжать что-то узнавать про себя больше и прокачиваться то там это уже идет конечно же все платно но тем не менее даже один раз бесплатно сыграть это очень это очень очень классно поэтому анонсы будут обязательно моем аккаунте про вот эти все бесплатные игры раз в месяц я думаю у нас получится мы даже договорились уже это все есть поэтому ждите вот в октябре точно будет одна бесплатная игра для вас для харьковчан там за столом может собраться шесть человек не больше вот это очень важно чтобы вот именно вот 6 это оптимально ну и ведущий будет и все будет как в платной ситуации только бесплатно поделился рассказал теперь вот этот вот вопрос касательно как отучить пятилетку от применения плохих слов вы знаете я работаю помимо моей вот этой вот психологической практики консультирования и ведения этого аккаунта записи этих роликов выступления на всяких мероприятиях у меня же есть педагогическая практика которая большая достаточно в этом году в январе исполняется 14 лет моей педагогической практике поэтому дети говорящие плохие слова пятилетки особенно потому что моей пед практике вот основной возраст это от 4 до 6 лет так вот ольга да вот ольга если ребенок там подросток а у вас по-моему есть ребенок подросток то пожалуйста следите за буду буду рад принять следите за анонсами так вот дети говорящие плохие слова и пятилетки это вообще прям моё моё я это слышу и вижу постоянно и что я замечаю вот у меня сегодня была екатерина эта игра аналог кэш-флоу это жизненный капитал ну же темы капитал у нас в харькове есть человек который все это сделал придумал вот вы если вы не играли а екатерина не верю что вы не играли вы наверно точно играли что это тоже такая тема очень так вот пятилетки говорящие плохие слова это дети которые хотят во первых не позорить своих родителей это дети которые схватили эти слова не совсем до конца понимая что эти слова означают если наша первая реакция на такие слова о боже о какой кошмар как ты смеешь и так далее и тому подобное то ребенок начинает понимать что я схватил сейчас очень классный инструмент с помощью которого я могу делать пакости своим родителям ведь они же реагируют посмотри как я смогу просто маму вздернуть одним словцом ничего даже не делая она просто бесится она краснеет и еще и если это на людях происходит она может словить чувство стыда тем самым выйдя из себя или да ну вот дети начинают это использовать как да сергей вагла катерина это тоже самое я вам в лично напишу даже катерина потому что вы рядышком тут совсем вот и ребенок понимает что вот этот вот вот это плохое слово это инструмент подковырнуть нашу с вами вот эту вот мы же такие родители мы же с вами зайти вот такие вот да я сегодня это видел у себя на уроке значит здесь я больше хочу сказать о модели поведения во первых ребенок подхватил это слово плохое и взял так сказать свой обиход исключительно потому что это было что-то новое и это надо поисследовать да что с этим делать когда он увидел что реакция взрослых на плохое слово такая интересная мягко говоря динамичная в понимании ребенка это примерно так и выглядит то есть вот он еще знаете не 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 поймал вижу сейчас по этому поводу скажу он еще не словил вот знаете он еще подхвативший это слово он еще не словил например давайте давайте я назову это слово вы не против ну например ребенок схватил слово например какашка например и начинает его везде тыкать начинает тыкать немножко взрослых вот так вот знаете на предмет того как ты что ты будешь делать еще я это скажу а потом еще так заглядывать глаза иногда вот это то что вижу я у себя на уроках дети меня проверяют насколько я способен это все вот как я способен реагировать на это это очень забавно выглядит и когда я показываю абсолютно такую знаете ровную реакцию спокойную и прошу просто без эмоционально этого не делать и говорю что у нас такое правило что у нас то говорить нельзя на удивление этого достаточно но послушайте я человек с достаточно немаленьким опытом работы с детьми я не раз вижу как дети чувствуют во мне определенную какую-то такую внутреннюю силу что я не позволю с собой обращаться как-то вот так вот знаете хотя в начале когда у меня эта практика начиналась моя педагогическая в 2007 году это все стартовало туда изменяют дети веревки крутили я понимаю молодых родителей собственно почему я этим и занялся такую специализацию выбрал я помню как это было со мной это было ужасно вот когда вам в садике говорят что вы когда вы как родители реагируете спокойно и жалуются в садике на то что ваш ребенок говорит плохие слова но это это неправильно с точки зрения их и когда вы спрашиваете как вам реагировать и у вас с этим да такая небольшая проблема скорее всего она заключается в том что некий взрослый возможно старше вас судя по вашей фотографии хотя она маленькая но я понимаю что вы молодая девушка есть там какой-то воспитательница какая-то вот старше вас которая работает с вашим ребенком если это так может это не так но если тогда то получается вы немножко попадаете в историю похожую на то что вот например ваша мама может быть похоже по возрасту с этим воспитателем и когда вам говорит воспитательница вы немножко включаетесь больше чем нужно было бы иногда бывает это связано с тем что ну как бы это такой срабатывает образ мамы коту и вы так как бы реагируете на это то есть вам легче спокойно прорегировать на плохое слово от сказано вашим ребенком но сложнее когда на вашего ребенка жалуется например женщина возраста вашей мамы вот бывает так и я встречал тоже такие на семинарах у себя историк и немножко так было время мы так копнули немножко глубже я в как капну глубже в этот вопрос начал узнавать вот эти подробности у мамы которая задала этот вопрос и она вот так вот ответила в результате мы вышли на то что там была именно вот такая ситуация что мама была строгая мама держала вот так вот в ежовых рукавицах дочь и сейчас в во взрослой жизни когда эта женщина молодая видит женщину возраста своей мамы которая вот так вот начинать как-то командовать или поучать то она реагирует вот именно таким образом вот как-то и это колка она сильно включается и у неё эмоции поднимаются вот потому что это по возрасту похоже и по поведению то есть все это напоминает поэтому вот такая вот может быть реакция что вы реагируете на эту воспитательницу вообще она не должна реагировать я в своей студии у нас есть сотрудники которые работают с маленькими детьми вот год полтора два три года четыре года у нас есть вот мини детский сад в котором тоже происходит масса таких ситуаций для меня как для человека который еще и работает с педагогами которые ведет семинары для педагогов других студий вот этот вопрос что жалуется воспитатель на плохие слова это просто это очень неправильная позиция воспитателя я никому из педагогов не рекомендую что-либо рассказывать родителям про плохие слова не слушался кого-то ударил это все нужно разруливать самостоятельно в каком случае педагогу стоит вообще сказать родителю что-либо во первых если педагог не справляется с ребенком то он может спросить у совета у себя на работе в своем педагогическом коллективе у более старшего педагога они просто вот знаете так мамочка ваш ребенок кусается ну блин он кусается потому что ты рядом не знаешь что с ним сделать ты не можешь ему сказать отойди ты не можешь ему сказать о правилах поведения в этом помещении в этом на этой территории вот ты как педагог бессилен вообще бессилен что у меня не было сложных детей мне одно время вели сложных детей и дошло до того что уже приводили этого самого однажды привели на мальчика с аутическим спектром у которого такая легкая скажем так форма потому что я специалист по сложным детям этом чуть с ним позанимался передал другому педагогу там им удобнее было ходить но вот даже до такого потому что ну это все зависит от педагога и в школе та же история вас ждет готовьтесь вот тот вот в садик водите что любят от бессилия переложить вот эту вот вменить вину родителям что с вашим ребенком нам что-то не то когда я взрослый нахожусь на одной территории с детьми дети будут вести так как я позволю так как я разрешаю я как педагог главный на территории если у меня ребенок говорит плохое слово я ничего не сделал для того чтобы у меня это исчезло и если я не знаю что сделать я говорю мамочка вот вы знаете у вас такой проблемный ребенок блин вообще что-то с ним сделайте ну то есть я своим педагогам запрещаю это говорить у нас есть собрание где я как старший коллега разруливая вот эти вот вопросы сложности которые происходят у наших педагогов с родителями и я вам просто ответственно заявляю как человек который 14 лет работы с детьми что нет этого это это внутренняя кухня педагогическая сказал плохое слово кого-то укусил кого-то ударил свалил разбил вазу разбил чашку вот это все это все про это все мои у меня он на уроке вот и все ну и наоборот бывает ситуация вот недавно на консультацию мне были родители которые водят ребенка ко мне вот это когда так случается это особо интересно за приходят родители конкурса по поводу ребенка а я его вижу на занятиях вот то есть то как родители про него рассказывают и только вижу я это два абсолютно разных ребенка вот абсолютно разный ребенок то есть у меня этот ребенок классный интересный вообще все отлично поведенческих каких-то проблем о которых я бы даже с педагогами своими коллегами рассказывал не разговаривал нету вообще у родителей их масса ну не масса ну ну есть такие вот серьезные прям камни преткновения по это это на это не это нормально это бывает у них ребенок один ребенок первый вот и ну да не им им сложно а вот эту вот держать такую особую как бы да особое такое состояние вот они очень любят ребенка своего и не всегда могут быть разумно жесткими а разумно жесткими нам с вами нужно быть всеми всем нам надо быть разумно жесткими вот это вообще наше обычное состояние желательно без эмоций и разумно жесткие это нормальное состояние родителя вот но не у всех это дело получается и чтобы нащупать вот эту разумную жесткость и как-то к ней подобраться фактически за этим я и пишу для вас ролики выкладываю потому что как-то я все равно касаюсь этих вопросиков да ну веду семинары вот в живую у себя в студии сейчас связи к связи с карантином думаю что буду их дублировать в онлайне в каком-то формате в таком потому что недавно созванивался с людьми которые я сотрудничаю это сайт интернет билет я вот да щас отвечу да это прям тоже мое я же как раз с этим возрастом и созванивался с ребятами которые сотрудничаю интернет билет я вы все знаете наверное они же такие ребята известны и вот и они сказали мне что они могут продавать билеты на онлайн мероприятия то есть можно купить билет через них если вы где-то находитесь там не в харькове если в харькове то понятно 10 метров минут от метро ботанический сад раз полтора месяца примерно семинары здесь первый будет скоро в конце октября пожалуйста милости просим приходите анонс конечно в аккаунте будет а вот если для других то в онлайне конечно потому что карантин и карантинная история непростая мы вот в харькове в своем красную зону попали до школьные заведения вроде когда остальные закрылись ну и кто-то из вас если вы из других городов тут есть кто-то тоже знаете что это такое и так вот вопрос по поводу в школу лучше 6 или 7 интересная очень история и непростая начну с самого главного в этом вопросе сразу скажу что тут ответ не короткий но вот начну с такой основной части если мальчик активный подвижный то это чаще лучше передержать годик если девочка то можно в шесть вот сколько лет я эту историю наблюдаю но смотрите как интересно сейчас это если мы говорим о той школе которая была ну там до условно там год-два назад не вот эта новая украинская школа с со своей новой этой истории когда там практически продолжение детского сада вот это надо тоже понимать и конечно вот у нас вот моя студия студия личности которая в городе харькове находится она уже фактически выпускает детей я выпускаю детей которые идут практически все не в обычную школу на районе то есть они не будут учиться по формату стандарту новой украинской школы они идут в школу которая мало-мальски частная и что это значит а это значит то что дети попадают фактически в программу которая была ну вот вот еще у нас с вами в детстве ну то есть обычная обычная история не упрощенная там как вот новая украинская школа там все немножко да там упрощено там требования немножко так они там понизили и там все полегче конечно будет вот а эти школы частные школы вот у нас в харькове они оставили то потому что там работают учителя которые так сказать учителя действительно хорошие учителя правильном понимании этого слова и там маленькие классы я вам хочу сказать что программа которая была вот еще у нас с вами в детстве она руках умелого учителя она не сложная и достучаться когда у тебя класс 12 человек или 15 например в частной школе достучаться ты можешь с этой программой легко до каждого и реализовать и все у тебя все усвоят там ничего сложного нет я вам больше хочу сказать я встречал вот эту программу когда ее сжали до полутора лет представьте первые четыре от 4 класса сжимают до полутора лет вот все что входит в программу четырех классов это вот у нас такая методика была она у нас на украину проникла она вообще эта методика из россии вот но потом это дело все прекратилось ну по известным всем вам причинам прекратилось вот но в какой-то момент это было у нас где-то пытались внедрить значит человек проработал школе порядка 50 лет учитель владимир жохов его зовут и он он в россии этим активно занимается он придумал вот эти вот первые четыре года как упаковать совсем по-другому и допаковать интересными предметами ну например риторика и вот фактически он предлагал бесплатно обратите внимание это просто история ну просто класс бесплатно он предлагал ребята вот если вы учителя начальных классов я вам эту методику просто дарю но я вам не просто я дарю я каждую неделю каждую пятницу с вами по скайпу общаюсь и говорю что делать на следующей неделе представляете бесплатно ну просто потому что хочу сеять доброе вечное он так делал пока он не его не нашли ребята из бизнес молодости и потом это дело дальше подхватили и конечно уже монетизировали это и это логично но монетизировали так что это доступно абсолютно всем это не частная школа и то есть вот это все стали потом и сейчас это в россии они это делают продают вот но я не о том что аят я о том что талантливый человек упаковал четыре года обычной школы в полтора практически и добавил еще туда интересненького он там классно делал он делал в физкульт минутки на основе йоговских упражнений он-то все переработал это выглядело просто класс я был на одном уроке по этой методике приехал в школу посмотреть своими глазами увидеть слушайте но это просто класс это надо действительно видеть сидят дети из абсолютно разных семей вот видно один вот то что вы говорите данном плохие слова говорит ребенок видно что вот из какой-то неблагополучной семьи просто там мат проскакивает там да и сидят девочки припевочки из хороших семей в хорошем смысле девочки припевочки я я если что на всякий случай я про детей всегда в хорошем смысле то есть вот такие вот, знаете, девочки-ученицы, которые вот сидят, все делают, ну, то есть, просто класс, да, там, тут они такие, они так аккуратно одеты, вот, все прям, и они все на одинаковом уровне решают примеры в столбик, достаточно такие непростые, и вот, знаете, получается у всех, это очень-очень здорово, и, знаете, вот, именно этот момент, подчеркиваю, именно этот момент, жаль, что к нам он, нам он, ну, скажем так, недоступен из-за вот этой ситуации политической, потому что, ну, это просто класс, я думаю, что на этом, на этой базе можно было бы открыть, на базе этой методики можно было бы открыть просто младшую школу, которая вот четко с первого по четвертый, и это были бы дети, которые бы, ну, это очень сильно отличаются, я про эту методику просто много там узнал в свое время, но потом, когда это все закрылось, стало понятно, что, ну, это все нереально у нас реализовывать, пока политическая ситуация такая, ну, ну, это просто очень здорово, очень, вот, поэтому вот такие вот дела со школой получаются, мальчик активный, лучше в семь, девочка можно нормально в шесть, но смотря какая школа. Так, я еще от вас жду вопросы, у нас с вами еще есть минимум полчаса точно, вот, поэтому пишите, пожалуйста, вопросы касательно того, что я уже сказал. Детско-родительские семейные отношения, это моя тема, с которой я работаю уже много лет, и в этой теме я готов ответить и пообщаться с вами на разные... Так, если кто-то что-то пишет, то это просто класс, здорово, пишите, буду отвечать. Если кто-то не успел или, допустим, вот в записи будет посмотреть этот эфир, я запись сохраняю, уже пообещал еще до... Да, пожалуйста, если что, можете что-то как-то в директе, а я на следующем эфире это все подробно разберу, вот, чтобы вам было что. Потому что это как-то оказалось намного удобнее, чем просто общаться через директ в переписке, там это затягивается и потом все это превращается в какую-то... А тут все понятно, поступил вопрос и есть еще, есть ответ, зафиксированный, оставленный в записи. Вот, так что спрашивайте, если что-то. В директ еще писали мне, кстати, вот я вспомнил, начал говорить про директ, вопрос задавали касательно спорта, ребенок и спорт. Что ребенок ходит на секцию и у него там есть определенные затруднения. Ага, вот вижу вопрос. Так, ага, отлично, сейчас буду отвечать на вот этот вот, отвечу быстренько, да, касательно ребенок и спорт. Значит, что ребенок занимается спортом и похоже это речь идет о профессиональной карьере. Ну, ребенок испытывает определенные трудности в том, чтобы ходить на, ну, участвовать в соревнованиях и преодолевать вот эти тяжелые все испытания, которые несет с собой тот спорт, который можно назвать профессиональным, да, спортом. Что тогда делать? Вот, и был вопрос от родителя. Ага, вижу, сейчас, сейчас буду отвечать с удовольствием. И тут я хочу сказать, что тут ответ, наверное, будет самым кратким, потому что здесь должен подключаться человек, который называется спортивный психолог. Вот, который знает, как работать с ребенком вот в такой ситуации, когда у него случаются, уже можно, даже, наверное, относятся там, я так понял, ну, родители относятся к этому, как к неким затыкам в процессе. Потому что процесс уже, ну, процесс идет, все получается, все здорово, но очень сложно психологически переносить вот эти вот потери, вот эти вот поражения, подготовки, изнурительные тренировки. Здесь нужна помощь конкретно спортивного психолога, это особая специализация, но которую подхватывают иногда и обычные психологи. И это нормальная история, обращаться к спортивному психологу и искать психолога, который поработает в этом направлении. Это не ваша родительская забота, если все выстроено так, как вы говорите. Итак, давайте, там вот я вопрос перекручу. Первый был вопрос. Как сделать так, чтобы развод родителей минимально травмировал ребенка? Мальчик 7 лет, девочка 13 лет. Значит, чтобы развод травмировал ребенка минимально, ну, однозначно травмирует и просто уменьшит, да? Тут я бы его переформулирую этот вопрос, потому что на такой вопрос ответить даже и не могу, но он немножко, да, так вот, уточнить его надо. Уменьшить вред от развода. То есть развод происходит, а дети попадают в ситуацию. Ну, вот, понятное дело, что 13 лет там полегче, чуть-чуть будет, возможно, 7 лет посложнее, потому что тот возраст еще, который, ну, да, такой активный. Хотя, да, может быть и наоборот, неважно. Значит, здесь идет все, речь идет о том, что необходимо выстроить ряд бесед. Необходимо выстроить, необходимо об этом говорить самому человеку, который занимается этим настраиванием детей. Необходимо говорить достаточно об этом спокойно, то есть иметь ресурс для того, чтобы в этом спокойно говорить. Например, как это может быть? Мы с папой, ну, я, к примеру, говорю, например, это говорит женщина, разговаривает с детьми мама, например, да, мы с твоим папой решили, вот, нам будет лучше так, чтобы пожить отдельно. Мы решили сделать это так. Мы очень вас любим, да, мы будем о вас заботиться, мы хотим, чтобы вы были, ну, максимально обогреты нашей любовью. Вот примерно такие слова нужно подбирать и, то есть, пытаться смягчить саму вот эту вот, вот этот вот центральную, так сказать, вот эту часть, центральную мысль, да, что теперь будет вот так. И понимать, что реакция детей может быть даже сильнее, чем ваша при такой ситуации. Потому что для детей, вот особенно 7 лет, это очень похоже на апокалипсис, вот, и если там еще действительно вот неполадки идут между родителями, а дети одинаково, ну, любят маму, одинаково любят папу, то для детей это действительно подобно апокалипсису, и нужно, конечно, будет стараться со своей стороны принять их и гнев, и их разочарование, и быть готовым, что его может быть много. То есть, получается, два сейчас я момента выделяю, да, первый момент это смягчить удар, да, вот такими словами, примерно, как я сказал, говорить, потому что говорить все равно придется. Потому что поиграть в игру, это потом может вылиться, дети могут догадаться, что это такая игра. Мы с папой играем в игру, называется «У каждого свой домик». Ну, это бред, честно вам скажу. Это потом, рано или поздно, будет просто цунами, понимаете? А я сейчас говорю про смягчить удар, это немножко разные, да, такие вещи. Вот, потом. И второй момент, это да, это то, чтобы быть готовым к тому, что будет выливаться вот этот вот гнев, вот это вот все будет выливаться на вас в том числе, и будет попытка обвинить в этом вас, отдельно вас, отдельно папу и вас вместе. Однозначно, потому что, когда происходит апокалипсис, человек не думает о том, что это, наверное, потому что я что-то не так сделал. Он думает просто, что капец, что это происходит, это просто ужас. Вот, примерно для детей это так работает, поэтому просто быть готовым. Слава богу, что в этом деле, опять же, есть такие люди, которым я человеком таким не являюсь, но есть такие люди, прекрасные арт-терапевты, которые могут с помощью своих мягких арт-терапевтических практик, практик, помочь ребенку выразить и вылить вот это все в правильном, правильно это все утилизировать. Эти все негативные эмоции, которых может быть так много, что мама может сама зашиваться, если дети остались с мамой, от того, что это все происходит. Плюс, изменения будут же еще происходить в возможной, в учебе, в общении с детьми и другими. 13 лет девочка может немножко раньше попробовать спиртной алкоголь из-за этого, из-за того, что так произошло. Вот, ну, у меня, у моих родителей развод был, когда мне было 12. Я просто помню, как, что происходило со мной, и да, и вот это все, да, это все хотелось, этого всего. Причем фоном хотелось, даже не было осознания того, что, ну, именно из-за этого. И была протестная составляющая, а брат мой был младше меня, ему было, вот, мне 12, ему было 5. И это было просто, это было просто катастрофа. Это была катастрофа. Лучше об этом знать, лучше об этом просто, что называется, к этому правильно подготовиться. Просто, что будет так. Так, следующее. Нужно ли пресекать, если ребенок в грубой форме говорит, что я наказываю тебя, папа, я тебя не люблю, я с тобой не дружу. Ну, нужно ли пресекать? Я тебя наказываю, папа, я тебя не люблю. Ну, во-первых, это просто такое выражение эмоций, которое, конечно, нам, взрослым, ну, не совсем приятно, мягко говоря, а так, по большому счету, неприятно. Потому что, ну, нам неприятно слышать это от своего ребенка. Я наказываю тебя, папа. И здесь задача в том, чтобы вот когда, ну, допустим, я слышу, что мой сын говорит, я тебя наказываю, папа, что бы я сказал? Или, там, я тебя не люблю, я с тобой не дружу, что бы я сказал? Я бы сразу бы спросил, что это значит? Ну, вот такой простой вопрос. Вот говорит мне ребенка, я тебя наказываю, папа. А я говорю, сын, что это значит? Что это значит, я тебя наказываю? Почему ты так говоришь? И когда он начинает объяснять мне каким-то своим языком детским, что это значит, а он захочет объяснить, ему понравится история вступить в диалог на эту тему, потому что он негодует, а его вместо того, чтобы ругать, к нему начинают прислушиваться. Это интересный момент, потому что, когда выражается негативная эмоция, такая вот, да, я наказываю тебя, папа. Я не думаю, что ребенок говорит так. Я тебя наказываю, папа. И вы, что, о боже, это про милицию? Нет, это он не так говорит, потому именно его и спрашиваете. Поэтому, когда он так делает, он негативную эмоцию свою, да, он негодует, и вы его как бы приглашаете к интеллектуальному, так сказать, разбору этого, этой конкретной ситуации. То есть не то, что в ответ, как ты смеешь на отца тебе за это по голове. А папа же может, сила есть. А вы приглашаете, он начинает, ну, потому что ты, и что-то там, ну, и начинает, да. И вы тогда говорите, я тебя, конечно, конечно, ты прав. Прав, поэтому, когда ты видишь, что такое происходит, ты не можешь меня наказать. А ты говори так, папа, мне не нравится, что там ты там то-то, а я там то-то. То есть приглашать его просто к другим оборотам. Потому что, когда он говорит, я наказываю тебя, папа, он просто не может другими словами сказать, ну, например, такую мысль. Папа, сейчас мне было очень неприятно то, каким тоном ты меня 16-й раз позвал к столу. Поэтому, чтобы не слышать от тебя больше, вот это вот, а ну иди кушать, я сказал, сколько можно повторять. Я тебе хочу дать определенное наказание, после которого ты сделаешь выводы, что, скорее всего, я со своим сыном так поступать больше не буду. Мне неприятны наказания сына. Вот так он, конечно, не думает. Он просто выплескивает эту фразу, я накажу тебя, потому что слышит ее по отношению к себе. И она у нее как бы на вооружении просто стоит, вот эта фраза. И он ей хочет сказать просто, что он негодует, что он не... Если мы будем просто воспринимать слова ребенка в возрасте, там, например, 4-5 лет за чистую монету, то нам с вами станет резко, очень трудно жить. Потому что дети могут что-то ляпнуть неприятное. Вот, но это не то значит. Тут надо просто немножко в корень смотреть. Вот если, например, вам подруга вашего возраста говорит, я наказываю тебя, это уже совсем другая история. Она может иметь совсем другие какие-то, да? А ребенок, он просто негодует. Я тебя не люблю, я с тобой не дружу. Это все о том же. Он просто не может выразить совершенно конкретную претензию. Он не может просто выйти на диалог. Вот из-за этого он так делает. Вот и все. Ну и, конечно, я тебя наказываю, папа, если он говорит, например, или я тебя не люблю, я с тобой не дружу. Тут можно единственное что, так просто проверить. А вы по отношению к нему, вы или папа по отношению к нему, что-то подобное когда-то говорили? Если да, то вы ему этот инструмент и подарили. Возможно, садик это сделал. А садик способен детей и мату обучить. Прекрасно, легко, очень приличная семья. И вдруг где-то в гостях ребенок как зарядит крепкое словцо. А родители начинают судорожно оправдываться. Нет, 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 что вы не подумайте. Это не мы так дома разговариваем. Это не у нас такое. Это мы нашли где-то, где не знаем. Но если в садик, ходите в садики. Не в садик, не ходите во дворе. Ребенку 11 лет не хочет учиться. Не видит смысла учить то, что можно найти в гугле. Особенно сложно дается математика. А с ней не всегда поможет гугл. Как мотивировать? Ну, у меня ситуация, что моему ребенку 10 лет, 11 будет в январе. Поэтому мне это все очень знакомо. Я, ну, у меня такого конкретного у меня нет. Нет, вообще в школьной истории все, конечно же, сложно, потому что родитель задает этот вопрос. Естественно, не учитель задает этот вопрос. И сам родитель понимает, что вот это все, что у него в вопросе, устроил он лишь частично. Лишь частично. Вот в этом большая проблема. Уже вот сразу на уровне прочитать вопрос. Но я понимаю, что вот, что Катерина, которая задает этот вопрос, это не она 100% этого всего устроила. Это устроила школа на 50%. На 50% это устроила Катерина. Потому что, ну, если бы вы и в школе работали, и математику вели, то все бы 100% были бы на вас. А тут не так. Поэтому здесь можно только помогать, принять вот это негодование и помочь там, где можно помочь. Больше ничего не сделаешь. Ну, нет, есть, конечно, и другие истории, да, там про предложить ребенку более интересную школу. У нас, например, вот в Харькове есть некоторые школы, в которых учиться детям, ну, в основном, скажем так, хочется. Но они платные. Среди бесплатных школ такую найти можно. Но она будет на другом районе. Туда не будет удобно возить. Как у меня когда-то было, когда я своего ребенка забрал из прекрасной гимназии очаг частной, когда он там у меня проучился один год. Ну, то есть, вот, мы можем с вами в этой ситуации сделать то, что можем сделать. То, что можем. А можем мы. Не хочет учиться. Мы можем ему помочь. Может, тебе трудно. Я, например, своему сыну устраиваю иногда выходной, потому что он просто попросил у папы не пойти в школу, а не потому, что он болеет. Просто вот, просто побудь дома, да. То есть, ну, скажем так, это у меня такое называется, снять накопившееся напряжение. То есть, потому что я в детстве это же представить не могу. Чтобы я сказал родителям, я не хочу идти в школу просто так. И они сказали, ну, ты же как бы не каждый день этого просишь. Ну, ладно, не иди. Я не могу себе этого представить. Не могу. Этого не было бы возможно. А у моего сына есть такая возможность. У него есть возможность иногда, вот, там, не пойти на какой-то урок, там. Редко, редко. Ну, примерно так, вот, чтобы вы понимали, раз в месяц. Раз в месяц, то есть, если он скажет, вот, раз в месяц, он может не пойти в школу просто так. Например, пятый класс. Сейчас. Это уже, это, кстати, с первого класса такое тянется история. Я просто был готов, поскольку сыну моему будет 11 лет, а в этом же месяце, в моей работе педагогической, 14. Отсюда становится ясно, что с детьми я работать начал раньше, чем у меня появился ребенок свой. Поэтому, да, я был готов. Но так готовы не все. Но вот поэтому я это все этим всем делюсь, чтобы вам где-то, может, уверенности, где-то поддержки дать в этой ситуации. Поэтому не хочет учиться, не видит смысла учить. Сложно. Помогаем. Где можем помочь? Поддерживаем и понимаем это все. То есть, не вступаем в спор. Самое главное, вот, ребенок приходит домой, например, вот, 11 лет, приходит ребенок и говорит, мама, задолбала эта школа, блин, это вообще, это учителя, это все. Да, я это все в гугле могу найти. Да, елки-палки. Да, что я туда хожу? Что я туда время трачу? Все. Да, я тебя понимаю. То, что ты говоришь, в этом есть смысл. Ну, вот так у нас устроено, что мы без школы. И все равно. Я. Да, и там. Да, я туда больше не пойду. И все, это самое. Что это? Тебе трудно? Да, мне трудно. Мне очень трудно. Хорошо, давайте я помогу немножко. Вот тут вот я, у меня есть время. Я не всегда могу. Ну, вот, иногда могу. И давай мы вместе с тобой. Мы, представь, что мы сели на лошадей, достали шашки, поскакали, и все вот эти трудности разрубили. Ну, как-то так. Ну, по крайней мере, это я просто свои какие-то истории говорю. И все, вместе взяли все. Потому что если мы начинаем ребенка за это, как бы, ребенка, если мы начинаем обвинять в его вот этом всем, ну, тут же сейчас вот все же взрослые люди смотрят, да? Мы же понимаем, что это все, по сути, правда, то, что в этом вопросе написано. Не хочется учиться, в гугле найти. Математика дает сложно. Что тут нового? Ну, ничего, ну, я вообще ненавидел математику всегда. Это было всегда не мое. Я всегда, я потом, когда узнал эту шутку, я начал ей всегда отшучиваться. Я гуманитарий, не говорите мне про числа. Ну, что? Только это. Принять, помочь, не нападать за это. За это не нападать. Потому что если мы будем нападать за это, если мы будем пытаться сражаться с ребенком на эту тему, то мы, родительский свой авторитет, будем, он нас будет проседать. Потому что вещи логичные, говорит ребенок. Тут нет ничего такого, что, если бы там ребенок, вот вы мне вопрос такой, если бы написали там, например, вот у меня там сын хочет каждый день себе на обед или еду исключительно из Макдональдса. Всегда. А у нас зарплата не позволяет. И он из-за этого, там, не знаю, устраивает истерики или что-то такое там. А это же не такая история. Это история про правду, про логику, про здравый смысл. Поэтому, естественно, тут так будет. Подскажите школу в Харькове, куда стоит отдать своего ребенка? О, из Харькова человек. В Харькове школа, куда стоит отдать? Я имел опыт отдать ребенка своего в гимназию Очаг, которая находится на Жуковского. У них есть автобус, который возит Алексеевка Павлова Поля, забирает. И еще какой-то есть автобус. Гимназия Очаг очень неплохое место. Я бы вам рекомендовал его изучать. Это та школа, которую некоторые не очень сильно хорошо понимают, потому как там недостаточно хороший внутри сделан ремонт. Но там душевное, классное место. Это, кстати, про выбор школ. Я просто видел, как некоторые люди, которым я сказал про эту школу, говорили, что что вы такое говорите вообще? Вы там внутри были? Ну вот да. Это история про наши дни. Это не про гимназию Очаг. И не про какую-то школу в вашем каком-то другом городе, где вы живете. И, возможно, столкнетесь с подобным. Это история про то, что мы живем с вами в такой стране, где, к сожалению, труд педагога оплачивается невысоко. И даже если частная школа стала частной, если вот у нас есть, просто у нас есть пример в Харькове, школа Бойко. Это хорошая школа. Я знал много людей, которые там учатся, которые там отдали детей. Но там не всем подходит стоимость за обучение. Я знаю, например, еще... Ну вот для сравнения вам, например, там вот у нас две школы в Харькове. Одна вот там обучение стоит, по-моему, 12 тысяч или 15 тысяч гривен в месяц. И вот гимназия Очаг, где там обучение стоит 3-4 тысячи гривен. Ну, до 5 тысяч гривен, да? И вот есть такие две школы. Вот одна, конечно, где дороже, там и, соответственно, и интерьер по-другому сделан, и оснащено технически, да? Та, которая школа дешевле стоит обучения, там все, конечно, поскромнее. Две школы частные. В двух школах стараются, соответственно, относиться к подбору персонала. В двух школах учиться хорошо. Знаю кучу отзывов классных про гимназию Очаг. Знаю кучу классных отзывов про школу Бойко. Что выбрать, вы выбираете по своему, ну, кошельку, да. Встречал учителей интересных и в обычных частных... В обычных не частных школах. Но они бывают, что мигрируют, бывают, что уходят. Про одного рассказали, а он уже ушел. Я его посоветовать уже не могу. Поэтому у нас, вот я живу в районе, где есть 89-я школа. Ее хвалят за традиции, за подход, такая гимназия считается. Если вы отдаете в школу в первый класс, то вы вообще можете воспринимать по... Это касается, кстати, всех городов, не только Харькова. Когда мы отдаем ребенка в школу в первый класс, сегодня, в 21 веке, мы можем отдать, кстати говоря, ребенка в первый, второй, третий, четвертый класс, ну, в началку, да, в школу на районе, где есть классный педагог. Душевная женщина, вот мягко говоря, с хорошим подходом к детям. А сама школа будет? Ну, такая, знаете, школа на районе. Ну, вроде обычная школа, ничего такого престижного в ней нет, например. Но это может быть очень классно. У меня, кстати, ребенок после частной школы именно пошел в такую школу. Потому что началка, она может быть в одной школе, а другая школа, ну, а старшая школа может быть в другой. И уже, когда вы отдадите в началку, вы потом уже будете готовиться как-то морально и финансово к тому, чтобы в старший класс отдать где-то. А может оказаться так, что и продолжение в этой школе будет достойным. Потому что надо смотреть по ситуации. Я смотрю по ситуации, у меня ребенок сейчас, пятый класс, в принципе, все окей, все доволен. Хотя мы вроде бы в обычной школе. И понятное дело, что мы бы затеяли перевод, и все, если бы там что-то было не то, или нас бы сильно не устраивало. Или мы увидели какие-то провалы серьезные, или по знаниям, по учителям, или что-то. Ну вот представьте, вот пока не видим. Хотя школа обычная. Я думаю, что и не только в Украине такая ситуация. Вообще в целом по СНГ такая ситуация, что да, есть такое деление. Школа на районе, школа частная, престижная. И как бы в престижную, в частную отдать вроде как лучше. Но бывают и на районе школы такие, которые вполне себе. Но это надо проверять. Но тут даже я бы, знаете, на другое вас настроил. Я бы вас настроил, что не бойтесь переводить из школы в школу. Ну вот не бойтесь этих переходов. Там, да, там ребенку будет сложно. Ну да, будет сложно. Ну будьте рядом в этот момент. Будете понимать, что это сложный процесс. Придете еще раз там на эфир ко мне, задайте вопрос. Расскажу вам про эту адаптацию мягкую. Напомню вам про то, что вам надо поддержку оказывать. Про то, что нужно понимать, что там могут быть сложности. Вот. Но просто будьте готовы, что это нормально. Я переводил ребенка из одной школы в другую. Я даже не понял, где я напрягся. Честно вам скажу. То есть, ну, это не сложно. Не сложно. После первого мы уходили во второй. Вот. Знаю примеры, когда люди, дети переходили в старших классах. Знаю, когда переживали про неприятие. Знаю, когда просили поддержки у классного руководителя. Говорили с ним родители лично. Что вы знаете, у нас такой возраст. Мы переходим из школы в школу. И вы просто, ну, не могли бы немножко под контролем держать эту ситуацию. Потому что, ну, мы переживаем. И ребенок переживает. Да, как примут. Как пойдет. Вот, пожалуйста, поддержите. Потому что, ну, тут же может быть все. То есть, такой возраст, что, ну, не хотелось бы. Знаете, ну, и нас информировать. Мы вам будем звонить. Можно там. Ну, и как-то они, знаете, так мягко. От родителей зависят. Все это дело проконтролировали. Поприсутствовали. Поучаствовали в этом процессе. И очень все мягенько прошло. Достаточно мягко. Никаких, ну, ну, это да. Это бывает. Переход из одной школы в другую по объективным причинам. И сложно кажется. И все. Ну, по сути, это не сложно. Абсолютно. Поэтому этого не бойтесь. Будьте в этой ситуации за ребенка. А не боязнь перед теми трудностями, которые вас могут настигнуть. Когда вы будете вот этот вот переход осуществлять. Что, возможно, там что-то такое там произойдет, скажем так. Вот. Поэтому здесь не переживайте. Дорогие друзья. Я вам очень благодарен тем, кто пришел на эфир. Тем, кто задавал вопросы. Интересовался. Писал в директ. Я планирую такие вот эфиры проводить один раз в месяц. Потому что понимаю, что не все могут возможность иметь попасть ко мне на консультацию. На семинар, на какой-то там, ну, куда-нибудь, как-нибудь. Поэтому я буду с удовольствием отвечать на ваши вопросы. Вы их пишите, готовьте. Или присоединяйтесь к эфиру. Я, ну, вот у нас какое сегодня число? У нас сегодня 16-е. Ну, вот где-то так в серединке следующего месяца. Следующий эфир я тоже проведу. Вот где-то как раз Инстаграм, ну, чтобы не перезаходить, как раз ровно час дает. Я думаю, что в час мы будем укладываться. И как раз вот в таких вот условиях карантина, я думаю, что это будет вам полезно. Вот, поэтому скоро у нас тут, нас будут прерывать. Час заканчивается. Если у вас еще что-то осталось вдруг вдогонку, или вы вспомните потом, можете кинуть в директ. Я это использую в следующем эфире и дам ответ. Может быть, что-то напишу ответ в так, в текстовом виде. Так что всех благодарю, кто был, кто нашел время. И отдельно еще напомню, да, харьковчанам по поводу этой игры, которая меня так захватила. Я, знаете, рад, что я имею возможность хотя бы для харьковчан сделать то, что я сказал. Вот, ну, проводить игры у нас и вот это все устроить. Ну, мне в какой-то смысле это приятно, что я не просто могу там вот этим вот вау-эффектом поделиться, а могу прям вот прям пригласить хотя бы те, кто здесь живет. А тут у нас тоже много людей живет. Все-таки Харьков большой город. И прикоснуться к этой замечательной игре, вот, которая прокачивает. Ну, и еще раз напомню вам, вы в своих городах, если будет такая возможность, еще раз напомню, у нас это называется жизненный капитал. Есть еще крысиные бега, есть кэшфлоу, все это примерно одно и то же. Это действительно здорово. Это просто, это вообще называется она игра-тренинг. Ну, не зря, потому что действительно там, если ведущий хороший, а у нас будет ведущий хороший, вот, и у нас будет хорошая обратная связь, поэтому, качественная. Поэтому, пожалуйста, приходите, кто в Харькове, кто не в Харькове, ищите это у себя. А будете в Харькове в гостях, может, попадете и на нашу игру. Буду вас рад видеть. Все, прощаюсь с вами. Час наш подошел к концу общения. Если что, пишите. Смотрите мои ролики, пишите, развивайтесь, читайте классные книги. Будьте счастливы. В общем, все, всем пока. Спасибо за то, что были.